Туристов и моряков в Кронштадте теперь встречают чеширскими улыбками кот и пёс. Новый памятник появился в городе совсем недавно, но уже завоевал народную любовь. Наталья Дубровская тоже бросила монетку к деревянным лапам. Деревянные кот и пёс появились на зимней пристани, чтобы композиция дольше простояла без повреждений. Всё-таки здесь почти всегда ветер и повышенная влажность. Пеньки, из которых сделаны скульптуры, высушивали больше года. На отливку бронзовых фигур средств не хватило, поэтому кота и пса просто покрыли краской, чтобы издалека они выглядели посолидней. Кот и пёс стоят на скрученных канатах, по морскому на бухтах. Между скульптурами парный кнехт. Морская символика в каждой детали небольшой композиции. Выбор персонажей для встречи туристов на причале только кажется странным. На самом деле за ним историческая правда. Когда-то Кронштадт был главным портом России на Балтике. Здесь швартовались сотни судов. И на каждом обитали кошки, ловившие грызунов, и собаки, охранявшие экипаж. С тех пор ничего не изменилось. Животных продолжают держать даже на боевых кораблях. Я сам служил когда-то 25 лет в военно-морском флоте. Знаю не понаслышке. На срочной службе у нас на борту нашего судна был боссман. Чем-то я попытался сделать его похожим на нашего пса. С такими же отвисшими немножко усами. Очень умный. Вообще-то Алексей Яськов любит исключительно кошек. Вероятно, из-за привязанности к собственным питомцам прототип выбрать не удалось. Так что кот – собирательный образ. Похожий скорее, как и пёс, на мультяшного персонажа и мало напоминающий настоящего четвероногого. Хотя композиция вполне серьёзно считается памятным знаком, о чём свидетельствует табличка. На ней же указано, что кот и пёс теперь официальный навек корабельные друзья моряков. Когда-нибудь на месте деревянной композиции появятся бронзовые кот и пёс. Пока же скульптуры на ночь из причала убирают, чтобы новая достопримечательность не стала украшением чего-нибудь дачного участка. Наталья Дубровская, Роман Ткачёв, Юрий Борисов, НТВ, Кронштадт.